Никто и никогда не знает, какую жизнь приготовила нам судьба. Надюшка, просыпайся, теплая ладонь дедушки гладила девочку по голове. Просыпайся, девочка, уже пора. Что пора? Надежда Сергеевна в недоумении сидела на кровати. Дедушка Иван умер 40 лет назад. Сама она уже давно на пенсии, но этот сон преследует ее всю жизнь. Причем если ночью приснился дедушка, значит в ее жизни что-то произойдет. И так было всегда. Надюшка, пора, ты нужна людям, просыпайся, время пришло. Надежда опять не могла понять, что же так настойчиво хочет от нее покойный дед. Он снится ей уже не первую ночь, но никак не может до конца сна объяснить, зачем так настойчиво приходит к ней в каждом сне. Надежду это очень сильно беспокоило. Надюшка, я знаю, ты уже готова и все поймешь. Вспомни, милая, все, чему я тебя учил много лет назад. Чтобы тебе было легче, найди в нашем старом доме, в потаенном месте мою старую тетрадь, со всеми записями. Она поможет тебе лечить людей и не только людей, но и все живое вокруг, а еще я пришлю тебе помощника. Образ дедушки растворился с предрассветными лучами солнца. Надежда сидела на краю кровати. Теперь она все поняла. Ее дед был известным травником и народным лекарем в тех краях, где она жила в детстве. Когда она была девочкой, он часто брал ее с собой в лес, учил различать травы и время, когда их нужно собирать, чтобы они имели самую целебную силу. Он показывал девочке, где в лесу можно выкопать корешки, необходимые для отваров и примочек, а надежда все впитывала, как губка, и все запоминала и хранила в своей памяти. Но вскоре родители переехали жить в город, и ее связь с дедом прервалась. Дед Иван знал и умел многое, это умение передавали в их роду из поколения в поколение. Вот и дедушка старался передать внучке все свои знания, и все, что он знал, он записывал в старой потрепанной тетради. Во сне он сказал внучке, где спрятал тетрадку и благословил на дело. Правильно травы собирать в лесу, из трав сборы лекарственные делать от хвори и лечить всех, кто к ней придет. В помощи никому не отказывай. Надо было собираться в дорогу. Женщина начала искать ключи от старого дома, которые давно не попадались ей на глаза. Надежда давно не была в этом доме, уже несколько лет он стоял запертым в небольшой глухой деревеньке. Оставив квартиру сыну с невесткой, с которой они не очень ладили, Надежда собралась в дорогу. Сын никак не мог понять, почему мать приняла такое странное решение уехать. Жить в глухомании, в старом полуразваленном доме. Ведь в городе у них большая просторная квартира. Места всем хватает. Ну да, они немного не ладят с его женой, но вроде уже и привыкли, люди и хуже вон живут, и ничего. Но мать была непреклонна в своем решении. И сыну ничего больше не оставалось, как принять это за старческий каприз, но смириться с ее выбором. Собрав свои вещи и взяв только самое необходимое, Надежда уехала в деревню. Старый дом требовал женских рук. Он был еще довольно крепким и добротным. Но стоял пустым уже много лет, и в него нужно было вдохнуть жизненное тепло и заботу. Как же в деревне было хорошо. Надежда только сейчас поняла, чего хотела ее душа в последнее время. Спасибо дедушке, что подсказал. Нашла Надя дедову тетрадку, и долгими вечерами, и даже ночами читала ее, и вспоминала деда. В старой церкви Надежда Сергеевна зажгла свечу у иконы Божьей Матери, помолилась на дело доброе и нужное, и попросила благословения у местного настоятеля. С того дня стала она каждый день в лес ходить, травы целебные собирать, все как ей завещал дед и учил. В лесу все травки чудодейственные нашла, домой принесла и начала сушить, подвешивая маленькие, душистые венечки в сенях и на чердаке. Сколько же разных трав можно собрать за лето? И потянулись к ней люди со всех окрестных деревень, ближайших и дальних за помощью. Всем помогала Надежда, даже кошек и собак своих люди приносили к травнице, и другую домашнюю живность покрупнее. Вот оно призвание, и никуда от него не уйдешь, размышляла женщина. А сколько лет впустую потрачено? Надежда шла по лесу и искала поляну, на которую когда-то водил ее дед. Нужен был ей корешок одного растения. А рос он в их лесу, именно там, на той поляне. Дорогу она приблизительно помнила, да вот только лес за эти годы сильно изменился. Нахоженные тропки позарастали. Долго блуждала Надежда по лесу, все никак не могла выйти к тому месту, где растение это росло. Поняла женщина, что заблудилась. Надо было отдохнуть, сосредоточиться и вспомнить все приметы. Надежда сидела на старом пне и даже не замечала, что за ней давно наблюдает матерый хищник. Он уже давно шел за женщиной. Пара умных, желтых глаз не сводила взгляда с травницы. Волчица стала потихоньку приближаться к женщине. Надежда заметила дикое животное, но почему-то совсем его не испугалась. Она не проявляла никакой агрессии по отношению к человеку. Хищница смотрела женщине прямо в глаза, каким-то совершенно невероятным взглядом, потом повернулась и пошла в чащу леса. Надежда, как завороженная, последовала вслед за зверем, будто под гипнозом. Волчица периодически останавливалась и ждала, когда женщина ее догонит. Так они и шли минут 30. Надежда потеряла счет времени, но она стала замечать вокруг себя знакомые предметы. Они были недалеко от того места, которое она сегодня так упорно искала. И правда, через небольшой промежуток времени она со своей новой спутницей вышла на тыус самую поляну. Волчица легла на зеленый ковер из трав, положила голову на вытянутые лапы и стала наблюдать, как Надежда бережно и осторожно выкапывала из земли нужные для ее снадобья корешки. Так вот, значит, о каком помощнике ты мне, дедушка, во сне говорил? А ведь не обманул и правда прислал подмогу, расскажи, кому не поверят. Вспоминала свой вещий сон Надежда. Как вдруг, в кустах малины, на другом конце поляны, послышался треск сучьев и сухих веток. Женщина испугалась, кто там в малиннике, вдруг эта медведь ходит, ведь она в такую глухомань забрела. Волчица тоже подскочила, уши торчком. Значит, не показалось, подумала Надежда. И тут бурый медведь появился на краю поляны. Вышел из кустов и явно не ожидал увидеть здесь человека, да еще и с волком. Волчица встала перед ним и оскалила пасть. Шерсть на холке ощетинилась дыбом. Медведь остановился, затряс головой и слегка попятился назад. А хищница на него поперла бура. Идет, голову наклонила, глаза злые, зубы скалит и рычит. Медведь, видимо, не ожидал такого напора в его сторону. Схватка с волком или с человеком точно не входила в его планы. Он решил не связываться с этой злобной хищницей. Развернулся косолапый, доедал дёру в лес, только пятки засверкали. Надежда быстро засобиралась обратно в деревню. Теперь она примерно знала, как выбраться из леса, но волчица все равно последовала за ней, пока вдалеке не послышался лай собак и не показались крыши домов. Хищница довела травницу до опушки леса и потом долго смотрела ей вслед, своими умными глазами. Женщина после этого случая еще не один раз ходила в лес, но свою помощницу больше никогда не встречала. Она потом часто вспоминала этот случай, но решила об этой встрече никому не рассказывать, даже своему сыну. Вот такой удивительный рассказ. А вам спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. Всего вам доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok